Всем привет! Снова здравствуйте! Давайте разберемся в этом видео, как можно сделать шерсть на животное или на другое существо какое-то фантастическое. Вот есть один такой способ делать вот так вот, лепить. Ставите кисть, выбираете настройки, интенсивность, меняете дотс. И вот потихоньку вот так вот лепите в шерсть. Вот так вот. Потом все это смягчаете, дорабатываете и вот такое что-то получается. Прибавив графсайз, нажмете shift и можно потихоньку вот так вот сделать шерсть. Так, ну давайте рассмотрим еще один способ, более качественный для определенных частей. Возможно вот здесь вот сделать как-то там еще где-то. Давайте поставим модель поближе. Вот так. Уменьшим дровсайз, вот так. И выберем кисть, с которой мы уже работали, это топология. Вот так. И нарисуем приблизительно вот такую вот заготовочку. Такую. Все, щелкнем левой кнопкой мыши на модели. Вот она выделилась. Заходим в саптулы. И заходим в сплит. И делаем ту же самую операцию, что и всегда сплит-туперд. Нажимаем. Вот появилась наша заготовка. Отключаем саптулы. Теперь давайте поработаем немножко мов кистью. Вот так ее подкорректируем. Чуть-чуть вытянем. Сделаем ей более-менее вид волоса. Вот так. Можем ее смягчить. Так, и теперь давайте поработаем обрезкой Ctrl-Shift. Выбираем Trim Curve. Выставляем нашу вот так вот модель. Немножко еще поработаем с мов. Вот так. И с помощью Ctrl-Shift-Alt Давайте вот так ее немножко обрежем. Вот что-то получилось. Уменьшим верхнюю часть чуть, утоншим. Где-то прибавим чуть. Вот так вот. И что теперь будем делать? Давайте уменьшим. Сделаем теперь Dynamase в геометрии. Можно сделать the remesher. Вот такая сетка получилась. И теперь можно сделать Dynamase. все, вот с этим теперь мы будем работать. Вот так она выглядит. Можно также использовать другие кисти. Делать наподобие. Ну, принцип покажу. А там можно использовать любой вариант. Любые кисти, альфы и так далее. Зажимаем Ctrl и вот так вытягиваем. И повторяем это несколько раз. Вот у нас получилась такая заготовка. Вот такой Subtool. И теперь давайте немножко поработаем с ним. Снимем маску. И вот так вот немножко использовать даже можно где-то маскирование. Вот так вот. Где-то прибавим. Где-то её чуть-чуть утянем. Можно немножко смягчить, чтобы прорядить это всё дело. Сделать потоньше какие-то части. Вот так вот. Всё. Теперь делаем дубляж этого Subtool. Дублируем. Переключаемся на него. Опять Move. И вот так вот ставим рядом. Вот так вот. Можно использовать ротацию. Чуть-чуть вот так вот изменять наклон. Вот так вот. И в Move уже доводить. Так, теперь давайте ещё сделаем один дубляж. И теперь уменьшим всё вот это вниз. И переключились на него. Икон. Так. И вот так вот его вытянем. Так. Также можно его уменьшать. Верхний слой вот так вот. И немножко наводить на нижние слои. Вот так вот. Работаем также опять же с Move. немножко подгоняем. Придавливаем. Также здесь можно опять же поработать с ротацией. Чуть вот так увести в бок её. Поработать с Skyl. Чуть-чуть уменьшить. И с помощью Move вот так вот чуть-чуть её вытянуть. Опять берём Move и уводим заготовочку сюда. Вот так вот. Включаем опять ротацию. Корректируем. И опять работаем в Move. Вот такой будет у нас принцип. Нижнюю можно чуть-чуть вытянуть. вот так снять выделение. И уже доработать модель. Подогнать. Сделать у нас здесь кое-где придавить. Где-то припустить. Вот так. Вот такая получается у нас заготовка. Так, можно её сделать больше, добавив ещё какую-то деталь, можно всю вот эту часть, которую мы третью делали, можно её тоже взять и полностью дублировать, вот так вот. Можно в эту сторону вот так вот её сделать, можно в эту, как вот будет, так чуть можно здесь прореху оставить, вот так вот будет смотреться хорошо. Так, и теперь наведём её поближе, вот так. И немножко опять же поработаем с мов. Переключимся на ту заготовку. Давайте теперь объединим все слои, зайдём в Merge, включим наш Subtool и жмём Merge Down и ещё жмём разочек. Так, вот получился у нас такой Subtool, мы его теперь подгоняем ротацией, также его можно немножко обрезать, или, ну в принципе можно, давайте сделаем обрезку, вот так, и немножко вот так вот сделаем бугорки, впадины, бугорки и так далее. Также можно по вот этой модели поскульптить, включить кисть и нанести, допустим, какие-то там детали, где-то что-то прибавить, придать объёмы каким-то частям. Словом, можно доработать будет. Это вы уже там сами, как вам будет на модели. Также здесь можно будет потом всё это смягчить, доработать, где-то уменьшить, где-то прибавить толщину. Вот что-то такое у нас получается. Так, и теперь давайте вот эту вот сделаем Make Polymesh, сохраним, экспортируем вот эту модель на рабочий стол или в папку куда-то. И теперь зайдём в Append, загрузим, так, не в Append, а загрузим, сделаем дубляж, дубликат и на этот дубликат загрузим нашу модель. Так, теперь что мы делаем? Отключаем нашу модель, заходим в кисти Brass и жмём, так, Insert Mesh, Create Insert Mesh, жмём Новый. Вот он у нас появился, теперь включаем нашу модель, отключаем Subtool и ставим Drag и вот так вот рисуем. Опять же дорабатываем MOV, подгоняем, можно другими средствами вот этими работать, Skyl, ещё какими-нибудь, их тут много. И вот так вот куда-то добавляем, придавливаем, внешний вид придаём. Добавляем, потом переключаемся на Insert опять и добавляем. Можно делать её чуть поменьше, побольше компоновать, так что смотрите, вот такой есть способ. и вот так вот потихоньку моделируем шерсть. Можно вот так её вытягивать, так вот, можно уводить её вот так вот в бок и сверху, сейчас я вам покажу, как она работает сверху, вот так её чуть поменьше делаем и теперь с помощью MOV ставим чуть выше и опять проделаем ту же самую операцию. Вот так всё это выглядит. Вот когда вы её вот так вот смоделировали шерсть, снимаете выделение и уже можно всю вот эту всё, что вы сделали, уже её доработать. Вот так, где-то прижать, где-то выпустить. Вот такой внешний вид у вас будет получаться. Если доработать опять же кистями, лепкой, то будет ещё качественнее, ещё лучше. Ну вот есть такой способ. Внешний вид, вот вы видите, что когда доделаете, будет прям неплохой, можно её выгладить, добавить ещё текстурку поверх на неё. Ну словом, будет смотреться хорошо. До свидания, всем пока. 3 Продолжение следует...